Новая высокоточная винтовка На испытаниях у американских десантников Американские десантники приступили к испытаниям новой высокоточной винтовки Которая должна прийти на замену снайперским винтовкам Эксплуатационные испытания новой высокоточной винтовки начались в воздушно-десантных войсках США Испытания проводятся в Северной Каролине на территории гарнизона Форт Брэк Именно здесь расквартированы штаб и органы управления 82-й воздушно-десантной дивизии Данные испытания могут быть завершающим этапом перед принятием винтовки на вооружение армии США О том, что в сентябре 2018 года первые 120 винтовок КСАС были переданы в 82-ю воздушно-десантную дивизию В декабре того же года уже писала американская пресса Снайперы американских воздушно-десантных войск испытывают новые высокоточные винтовки Испытания новой высокоточной винтовки американскими десантниками Представители американских воздушно-десантных войск в новой высокоточной стрелковой системе, получившие обозначение Компактная полуавтоматическая снайперская система, в первую очередь привлекают именно компактные размеры. Об этом в частности говорил сержант первого класса Росмартин, являющийся испытателем управления воздушно-десантных и специальных операций командования США. Для десантников уменьшение длины снайперской винтовки и ее массы играют очень большое значение. В отличие от традиционных высокоточных снайперских винтовок, которые выделяются большими габаритами, стволами длиной около 20 дюймов и массой от 7 килограммов и выше, обеспечивающими возможность точной стрельбы на дальние дистанции, новые винтовки, которые испытываются в рамках классификации XS, больше адаптированы под условия современного боя. Это эволюционный продукт, который больше ориентирован на проведение боевых операций в городских условиях и условиях плотной застройки, на работу с использованием бронетехники и вокруг нее, то есть в тех условиях, где традиционные снайперские системы иногда оказываются слишком громоздким и неудобным оружием. К плюсам новой винтовки относят и то, что при десантировании с воздуха удастся снизить объем и размеры боевой нагрузки солдата. Новая высокоточная система лучше подходит для десантников, не снижая их возможностей по противодействию солдатам противника. Как отмечают американские военнослужащие, принимавшие участие в испытаниях, новые высокоточные винтовки XS намного легче и короче тех, что уже находятся на вооружении снайперов американской армии. Использование новых винтовок позволяет легче совершать дальние выходы марши, а также снижает время реакции в ответ на огневой контакт со стороны противника или просто при обнаружении врага. Отдельно в ходе испытаний десантники проверяли надежность штатных оптических прицелов и сохранение настроек и характеристик прицелов после парашютного десантирования. Это критически важно для стрелков, которые сразу же после приземления могут столкнуться с противником и должны вступить в бой. Почему американцев не устраивает? М-110 О том, что американцы задумываются о замене своей снайперской винтовки. М-110 Известно уже достаточно давно. Тендер на создание новой винтовки, которая должна быть легче и компактнее. М-110 Сохранив при этом возможность поражения целей на максимальном удалении до 1000 метров от стрелка, был объявлен в США еще в 2014 году. При этом сама снайперская винтовка М-110 Была принята на вооружение американской армии сравнительно недавно, это произошло в 2008 году. Производством данных винтовок занимается американская компания. Винтовка достаточно активно использовалась американскими военными во время боевых действий на территории Афганистана и Ирака, что позволило накопить богатый опыт ее применения в реальных боевых условиях. Эксплуатацию винтовок можно назвать неоднозначной. Использовавшая М-110 Снайперы жаловали сразу на ряд важных для стрелкового оружия параметров. Среди прочего назывались низкая надежность и качество сборки винтовок. А также низкая долговечность и снижение со временем точности стрельбы. По словам некоторых бойцов, после примерно 500 выстрелов кучность стрельбы винтовок М-110 Серьезно падала. Все это в совокупности стало причиной того, что от винтовки отказались сначала в американской армии, затем в корпусе морской пехоты, а также в армейских специальных подразделениях. Высокоточные винтовки КСАС На сегодняшний день известно, что в рамках реализации проекта по созданию компактной полуавтоматической снайперской системы, КСАС Победителем была выбрана немецкая винтовка от известной компании H&K В американской армии новая винтовка пока проходит под разными обозначениями и как H&K 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 Облегченная версия снайперской винтовки от компании H&K Ampersand COCH Представлена в том же калибре, что и предыдущая винтовка M110 В оружии используется стандартный натовский патрон 7,62Х-51ММ NATO Известно, что в бюджете на 2019 год производство новых снайперских винтовок было профинансировано в размере 46,2 миллиона долларов На эту сумму американцы рассчитывают получить 5180 винтовок, выполненных по классификации КСАС Примерно 8190 долларов за штуку, а в перспективе количество новых винтовок в американской армии может вырасти до 8100 штук Немецкие конструкторы разработали винтовку G-28 На основе самозарядной спортивной охотничьей винтовки HKMR-308 Которая в свою очередь была гражданским вариантом известной автоматической винтовки HK417 По концепции своего боевого применения новая снайперская винтовка, на которой остановили свой выбор американские военные, ближе всего к советской, российской снайперской винтовке Драгунова знаменитой СВД Наиболее эффективная дальность стрельбы новинки 600 метров по грудным мишеням и 800 метров по ростовым мишеням При этом, как отмечают американские военные, винтовка очень эффективна в бою на ближних дистанциях до 300 метров Ее компактность и легкость позволяют стрелкам уверенно себя чувствовать и в ближнем бою с противником Для немецких снайперских винтовок Компания и производителям были заявлены следующие показатели кучности стрельбы При стрельбе серии из 10 выстрелов максимальное рассеивание на дистанции 100 метров составляет 4,5 сантиметра или не более 1,5 угловых минут Высокоточная снайперская винтовка HKG-28 110 построена на схеме с использованием газоотводной автоматики с коротким ходом поршня и поворотным затвором При этом стрелок получил возможность самостоятельно изменять настройки газового регулятора, что позволяет эффективнее использовать устройство для бесшумной стрельбы На винтовке используется двухпозиционный газовый регулятор Возможность автоматического огня отсутствует Поражать цели можно лишь одиночными выстрелами Ствольная коробка новой винтовки состоит из двух половин, верхняя из которых выполнена из стали, нижняя из алюминия Изначально винтовка была представлена в двух вариантах исполнения Последняя является облегченной конфигурацией оружия с облегченным и укороченным цивем и облегченным регулируемым прикладом Скорее всего, именно последняя версия, которая предназначена для эффективного использования во время длительных пеших рейдов, испытывается американскими десантниками и бойцами армейских спецподразделений Во всем остальном винтовки полностью идентичны друг к другу Длина винтовки составляет от 965 до 1082 миллиметров и может изменяться благодаря использованию современного телескопического приклада Длина ствола составляет 420 миллиметров Для сравнения длина винтовки М110 составляет 1219 миллиметров Длина ствола 508 миллиметров Масса оружия в стандартной комплектации не превышает 5,8 килограмма, в версии Patrol – 5,15 килограмма Таким образом, новая винтовка практически на 2 килограмма легче своей предшественницы Как и снайперская винтовка М110, новая американская высокоточная винтовка будет комплектоваться магазинами емкостью 10 или 20 патронов Компании Компании